Всем привет! Бой против Гена на карте Вихр. Такой бой довольно таки напряженный, эпичный, и в около 30 минут шел поединок. Многие, конечно, видели на стриме у Геннадия, но многим интересно даже посмотреть бой с моей стороны, как я отыгрывал, какую тактику использовал, ну и так дальше. Ставьте лайки, потому что это бой против Гены, это всегда интересно. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Ну и, конечно, досматривайте поединок до конца, чтобы не пропускать самое интересное и обязательно комментируйте. Это очень важно для меня. Собираю ресурсы себе, потихонечку, гляжу, гляжу, назад не гляжу, беру ресы, взял довольно таки нормально. В принципе, ничего такого интересного нету. Обычный сбор ресурсов. Развитие обычное, также сам оставим завод героев, штурмовой техники, одну верфь. Производим кайманчика, чтобы собрал он ресурсы по морю. Вот пошел первый, вот второй заказывается, появляется спорный ящик, вот тут вот. Попробуем мы его захватить. Вот койот, разведчик едет, едет, смотрит, что есть, убивает пехотку какую-то там светится. Ну и делаем разведку базы противника. Смотрим, что тут делает Геннадий, у него уже третий штаб, производство Церберок, авиазавод, завод Штурм, дополнительные ЦС, верфи, ну плюс-минус то же самое, что и у меня. Уничтожаю ненужную казарму, савлю на этом месте более важное здание, выхожу кречетые, также сама вот появляется Цербер, который уничтожает койота-разведчика, и там строится какой-то завод специальной техники, по-моему. Произвожу первого кикобраза, спорный ящик с легкостью мы забрали, вроде бы. Ну и сейчас производим кречетом. Выходим с этим четвертый штаб, поморы собрали плюс-минус 50 на 50. Кречет разведчик, летит, смотреть, что и где есть. Смотрим, что к чему. Тут вот Геннадий выходит в четвертый штаб, улучшается в авиацию, вертиксы, может торы, а мы включаем улучшенное снабжение, чтобы была экономика побыстрее все производилось. Ну и так же самое не забываем ставить разведку по всей карте. Это очень важно. Играю от этого штурмзавода, на данный момент строю дополнительный авиазавод по большее количество хочу делать, потому что кречетами как-то получше получается управлять и побежать за счет авиации. Вот делаю разведочку, смотрю, что к чему. Видно, что куча тайфунов. Геннадий выходит в Солярис, делает дополнительный зипсов, а море он не делал. То есть, в принципе, все нормально. База, вот смотрите, везде стоит разведка, все флаги, все, так сказать, места, где можно было поставить разведку, я поставил, чтобы полностью все контролировать. И вот появляется какой-то там вертекс-разведчик. Попробовали его перехватить, не знаю, не заметил, получилось ли или нет. И выходим мы в Ягухам и делаем, конечно же, Левиафана. Уже есть сколько? Пять кречетов на седьмой минуте. Принимая решение, как отправлять войска на центр, держать центр, потому что нет смысла сидеть на базе. Типа, ну, какой от этого толк? В моем-то случае. Вот так вот красивеньким образом расставляю дикобразов. Тут вот поднимаю авиацию. Смотрю, что делает противник. Принимаю решение сделать какую-то атаку. Быстренько атаковал. Причунул воздух в надежде, что он полетит. Но Геннадий что-то не полетел. Такой бусты трачу, как ты. Безраздумно. Тут какой-то Цербер стоит, что-то ждет, пока его убьют, походу. Ну, и мы, в принципе, то же самое сделаем. Не летит Геннадий, не среагировал. Он на мою авиацию, не получилось его перехватить. Ну, ничего. Что я делаю? Я делаю, смотрите, уже есть восемь кречетов, один штурмовой техники. И вот я выхожу в альбатросы, попробовать хочу атаковать противника альбатросами. Тут, кстати, стояла дельта, мы его убили. Вот уже есть первые альбатросы. Холм держим. Геннадий в 10-е минута боя пока что никакой активности не проявил. Ну, думаю, фиг с тобой. Сиди на базе, мы будем развиваться, как-то думать, что дальше делать. И вот тут вот на разведку поехал. Тут, кстати, Гена вовремя решил разведать меня. Кстати, убил его разведчика. Он, кстати, сильно бомбил. Горелата стримпал. Он не мог меня так прихватить. Но на самом-то деле я рассчитывал убить дельту. И тут появился его вертекс. Для меня это, конечно, плюс. Есть уже два альба. Вот кричит разведчик, полетел. Сейчас смотрим, что тут у него по базе. Может, он уже делает луч. Ну, пока что никакого луча нету. Есть авиация, есть наземка. То есть, все нормально. Он у меня, кстати, с другой стороны залетел, разведал. У меня фулкио четвертого штаба. Я сейчас буду выходить в пятый штаб. Строю, кстати, дополнительное ПВО, чтобы защищать свои льватросы. И, кстати, планирую выйти в ядерку. Да-да, именно в ядерку. Попробовать, что с этого выйдет. Тут, кстати, Иннадий делает первую атаку на двенадцатой минуте. Уничтожил мне одного хамелеона. Ну, и, в принципе, из достижений пока что все. Мы себе выходим. В пятый штаб. Копим ресурсы. Очередной третий спорный ящик отбираем. То есть, Геннадий даже не борется за него, потому что он понимает, что ничего не сделать. Как бы отбить его шансов нет никаких. Надо всю армию отправлять, чтобы этот спорный ящик перехватить. Ну, ничего страшного. Строим дополнительных ЦСК, ПВО и будем пробовать фермица. Да-да, именно фермица. Потому что, ну, по-другому как бы бой не пойдет. Вот, кстати, смотрите, опять Геннка разведывает меня. Мы его разведку загасили. За счет ПВО. 15-ая минута боя. Никакой активности от Геннадия нету. Вообще тупо никакой. Вот я опять делал разведку. Разведал. Видишь, он там лучше строить. Думаю, окей. Лучше так лучше. Попробуем тебя атаковать. Потому что, ну, не вижу смысла сидеть на базе. Какого, какой от этого толк. У меня, тем более, фулк его пятого штаба. Сейчас будем делать атаку. Вот, кстати, пошла атака. Кидаем ядерку. Жестко попал. И начинаем убивать его Зевсу щит. Он, конечно, неплохо сопротивляется. Тут, кстати, Альбатрос и Минокрилл не совсем точно туда хотел попасть. Но все равно он пытается как-то мои Альбатросы перебить. Но я за счет вертик речетал. Его вертиксы перехватил и неплохо так подбил, даже могу сказать. Я Вахам, к сожалению, сливается. Но тут идет поддержка с моей стороны авиации. И мы выходим в какой-то там размен по армии. То есть, в принципе, не все так печально, как могло бы быть. Пытаюсь как-то Левиафана сохранить. Потому что надо бы его, чтобы он живой остался. Включаем общее восстановление, чтобы быстренько восстановить Альбатросы и начинать уже бомбить лучше. Потому что не знаешь, зарядит ли он его или нет. Поднимаю авиацию. Кстати, тут летят мои Альбатросы. Не знаю, зачем я отправил такое вот количество. Все шесть штук. Но я думал, что они не смогут долететь. Ну, в принципе, так и получилось. Как бы полетели все Альбы. Все практически слились. Никуда. Ну, зато мы убили лучше. И пошли, наверное, большой минус. Ну, ничего. Включаем снабжение. Сейчас будем быстренько все восстанавливаться. Кстати, противегенные очень дорогие бои выходят. Куча бустов уходит. Так что, ребят, не жалейте свои лайки за такой контент. Вот очередной спорный ящик, который я хотел забрать. И Надей как-то что-то обиделся. Уничтожил моего пехотинца вертексами. Мы кричитами пытались что-то перехватить. Но, как видели, со стороны Надя не было больше полетов. Сидим на базе. Делаем больше авиации. И Надей вот опять построил себе луч. То есть, он таким образом хочет меня провоцировать, чтобы я постоянно делал авианалеты и сливал свою авиацию. То есть, у него была такая задумка. Ну, ничего. Опять беру холм. В этот раз у меня три хамелеона, три дикобраза, три ягуара. Такая вот скромная армия. И вот полетели два альбатроса. Смотрите, что происходит. И Надей почему-то не может их перехватить. И эти два альбатроса с легкостью убивают луч и Надей. Да, я их потерял. Но, в принципе, два альба на луч. Это довольно-таки неплохой разменный, считаю. Тут, кстати, убил какой-то щит, по-моему. И сейчас будем пробовать атаковать Ягу-Хамом. Вот пошла атака Ягу-Хама. Давайте смотреть, что получится. Включаем атаку всех юнитов. В принципе, Геннадий неплохо дает отпор. Я этот момент увидел. Кинул альбатросы. Вроде бы неплохо попал. Все равно два альбатроса это недостаточно. Тут идет воздушный бой. Гена пытается убить меня альбом. Ну, а я кречистами пытаюсь уничтожить его вертиксом. Смотрите, вот такая вот воздушная заруба. Неплохо получается его наказать. Практически всех его вертиксовый перебил. Еще он тут попал под дикобразы. То есть, смотрите, как все красиво попадает. То есть, это уже лайк. Это лайк, ребята. Очень красивый моментик. То есть, у меня большое преимущество. Что нужно делать? Я не знаю. Ставить луч, ядерку мою и пробовать как-то его воспитать. Кидаю вот альбатросы, потому что мне показалось, что он опять построил луч. Но, на самом деле, очень неразумная атака была. Нужно было хотя бы разведать это просто в тупую. Сливаю альбатросы. Ну, в принципе, я не жалею, потому что у меня со мной не хватало кио на ядерку. В принципе, фиг с ним. Слил как слил. Сейчас зарядим ядерку и попробуем как-то кинуть в Геннадия. Очередной спорный я еще, кстати, забираю. Спокойненько себе, не спеша. Строю побольше ПВО, потому что ресурсы позволяют это делать. Холм держу у себя. Вот Геннадия разведывала меня. В принципе, сейчас должен быть какой-то авианалет. То, что и происходит. Вот летят кричеты. Вертексы, точнее, наносят удар по ядерке. Мы этих вертиксов практически всех перебили. Да, вертиксы все попадали, потому что был хороший перехват кричетами. И так же самое, смотрите, максимальное количество ПВО стоит на базе. Заражаем, заражаем. Ждем, пока ядерка зарядится. Хамелеоны, кстати, были включены. И вот я делаю разведку. Янка тут сьютится армией. Куда-то туда сюда катается. Разведал на наличии луча. Луча там не было. То есть, в принципе, все хорошо. 30 секунд, чтобы зарядить ядерку. И Надя не понимает, что ему делать, потому что я сыграл его тактикой. Сидение на базе, ферма и того подобного. И вот залетают вертиксы. Смотрите, я их опять в очередной раз хорошо перехватил. Просто таким вот образом, без малейшего шанса для Геннания, чтобы уничтожить ядерку. Просто вот так вот взял. Вот тут вот Геннадий куда-то поехал нападать. Очень хороший бой, ребята. Это такие бои редкость. Так что, блин, не знаю, очень приятно. Очень доволен собой, что у меня это получилось. Очередные торы куда-то там летели. Опять же, ни хрена у них не получилось. И Надя, я вот увидел Геннадий армию. Кидает прямо в это место ядерку. Четкое попадание прямо по армии. Ну и добивание, и противник сдается. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте. Кому понравилась такая тактика. Ядерка в Гену. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok